Твои позовные, можно подразделения? Ребята называют меня Красава. Какое подразделение здесь есть? 7-й бригаде, 3-й славянский инфантрибателин. Я из Болгарии. Я пришел сюда, чтобы помогать в Донбассе, Ново-Россия, чтобы закончить эту войну. Это неправильно. Это война между двумя народами. Это война из Киевского государства, которые хотят эту региону уничтожить, и так далее. И эти люди здесь просто хотят жить нормальную жизнь. Они хотят вернуться к работе в донбассе. Но нет работы в донбассе. Они собирают оружие и борются. Многие из них были минеры. Они просто приходят в армию, потому что армия здесь есть единственная работа. Если их донбассы работали, они работали в донбассе, это довольно безопасно. Почему вы хотите показать вашу линию? Потому что мой странник находится в Европе и в НАТО. И когда я вернусь домой, мы не знали, что это было. Поэтому мы просто сидим, стоим, снимем, снимем фотографии, видео, и так далее. их донбассы начали возникнуть на нашу положение. Один из наших most experienced солдат. Какой статут на шелинге? Мы не знаем, но мы не были подготовлены для войны. Мы были стоять, не взорваны, просто снимали фотографии. Это война между артиллерии и мордовыми командами. Инфантрии не борются. Мы просто остаемся в барраках, проводя нормальную жизнь, нормальную жизнь. Но на другой стороне, или на нашей стороне, мордовыми командами сломаны и решат шелить позицию врага. Они начинают шелить, но они не шелят врага. Они шелят артиллерию. Наша позиция здесь очень известная. Они это видят. Они видят нас в доме и в доме. Они знают, где доме находится, и в доме много раз. Мы просто сидим в доме, камикадзис. Я пришел сюда, чтобы помочь в войну. Но люди здесь не верят, что война будет начать. Потому что люди в Украине, в Киеве, они абсолютно ненавидят эту идею о том, чтобы Донбасс оставить в доме. И нет никакого способа что люди в доме вернутся к Украине. Нет никакого способа. Если люди в Европе не понимают это, я вам скажу это, нет никакого способа что люди в доме вернутся в Украине вернутся. Если это случится, то есть люди из премьерного сектора, нацгвардии, они придут сюда и они собирают их минеры, которые борются. И также их семьи. И это будет происходить за годы. Таким образом, Донбасс вернется к Украине. Это должно быть в стране. Спасибо за внимание, хватит!